Это новости на канале Антонна 7. Здравствуйте! И сейчас коротко о главных событиях сегодня в Омске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Застегивать себе шнурочки и пуговички на рубашке – это, прежде всего, очень важно в жизни малыша. Как без мамы пап воспитывают малышей? А также о вафельнице на дорогах и молодых мастерах каратэ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Омска с сегодняшнего дня завершает отопительный сезон в городе. Информация появилась на сайте мэрии. Как сообщается, решение приняли в связи с тем, что в Омске установилась среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов. И, судя по прогнозу, не будет опускаться ниже этой отметки на протяжении всей недели. Напомним, отопительный сезон продлился 8 месяцев и по длительности побил рекорд 2013 года. Зоозащитники сегодня выступили с резкой критикой в отношении спецавтохозяйства и сравнили его работу с концлагерем. По словам активистов, учреждение усыпляет животных раньше положенного срока и не дает общественникам принимать участие в судьбе бездомных животных. Злободневную тему обсуждали на рабочей встрече в городском совете. В вольере ее питомцев граничат со спецавтохозяйством. И такое соседство Татьяну Дугину пока огорчает. Ведь по закону пойманных животных положено содержать полгода. Но бюджетное учреждение усыпляет четвероногих раньше положенного срока. Сейчас спецавтохозяйство конкретно говорит, что они содержат только 10 дней. Извините, 180 дней и 10 дней. Разница колоссальная. Татьяна, как и многие зоозащитники, приходит на комитеты гурсовета 10-й год. И пока обсуждения на тему бродячих собак превращаются в скупые бумажные выдержки. Последнее, 505-е постановление, например, запрещает отлов стерилизованных собак. Но маркированные желтой клипсой животных сетуют активисты с улиц Омска будто похитили. Контролировать неразборчивое спецавтохозяйство трудно. Хотя бы потому, что войти, посмотреть, есть ли в вольерах потерявшиеся питомцы, запрещают. Много людей хотят оттуда взять животных. Они туда не попасть не могут. Во-первых, обманывают, зачастую, что отлова в этом районе не было. Люди даже своих собак не могут забрать. У нас есть видео, фото, доказательства, каких мы раненых собак оттуда вытаскивали. Скальпированных, потому что они сидят скоплено все. По 15, по 20 собак. Разгрузить приюты зоозащитники предлагают с помощью социальных сетей. Но человека, который бы размещал фото потерянных животных в интернете, у спецавтохозяйства нет. Зоозащитники считают, что изменить ситуацию могут частные приюты. Ведь пока финансовая нагрузка лежит на городском бюджете. На годовое содержание животных спецавтохозяйству требуется 70 миллионов рублей. Но бюджет выделяет только 2 миллиона. Впрочем, по мнению активистов, даже выделенные деньги собаколовы тратят негуманно. Животных умерщвляют запрещенными ядами. И мы не готовы финансировать убийство животных, то, что происходит сейчас. А там происходит именно убийство животных. Жестоким, изощренным способом. Потому что дителин, содержащий препараты, такие как Аделин Супер и так далее, они запрещены законодательно для убоя животных. Они могут осуществляться только в местах массовой эпидемии. А применяются сейчас у нас. Зоозащитники надеются, что депутаты смогут повлиять на работу спецавтохозяйства и сделают его доступным для волонтеров и горожан. Николай Явенко, Максим Мартынов, Антенна-7. Мать с детьми пряталась от огня под кроватью. Стали известны подробности пожара, который случился в минувшее воскресенье и унес жизни четверых человек. В третьем сухом переулке, это центральный округ, в 11 часов дня загорелся частный дом. Там жила женщина с двумя малолетними детьми и сожителем. Спастись никому из них не удалось. Тела людей пожарные обнаружили после того, как затушили огонь. Мать с детьми нашли под кроватью, мужчину в другой комнате. Вероятно, жильцы задохнулись угарным газом. Региональный следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело. По версии следствия, причиной пожара стало прогорание печи. Огонь и дым распространились в считанные секунды, а очаг возгорания находился рядом с входной дверью. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спустя 24 минуты после начала пожара спасателям удалось локализовать распространение открытого огня. В Омске предложили безработным сделать карьеру. Завтра стартует областная информационная акция «Карьера. Занятость. Успех». В Конгресс-холле откроют фестиваль «Работа есть для подростков», ярмарку вакансии для молодежи проведут кейс-марафон для всех, кто в поиске работы. И даже подскажут, как открыть свое дело. А сегодня о ситуации на рынке труда рассказали журналистам. Тарская, 11. Это место хорошо знакомо с оискателем вакансий. В понедельник днем здесь хотят обрести работу 10 человек. Маргарита желает устроиться психологом. Мне первый раз в интернезанятости помог, и сейчас сюда пришла за помощью, чтобы помогли найти. Какой размер оплаты вас устраивает? Ну, от 15 тысяч меня бы устроило. У вас высшее образование? Да. А опыт работы сколько? Один год. Я закончила университет и сразу пришла работать. Получается, год отработала. Я из другого региона приехала. Из какого? Ямалоненецкий автономный округ. Сегодня в базе данных государственной службы занятости 27 тысяч вакансий. Найти их можно как в брошюрах, так и в электронном виде через терминалы и интернет. Павел, кажется, выбрал. Он в поиске вакансий дизайнеров полиграфии. Частные организации за поиск нужной вакансии берут деньги. А в информационном центре такую услугу предоставляют бесплатно. Здесь больше выбора. Больше выбора, да? Да. И не требует ничего. Просто пришел, набрал, посмотрел, что тебе надо и позвонил. А предыдущую работу оставили по кем причине? Заработной оплатой не устраивал. Сейчас Павло устраивает зарплата 15 тысяч рублей. А это срочные вакансии, то есть информация о них поступила буквально на днях. Вот требуются рабочие в теплицу 350 рублей в день. А лифтер 13,5 тысяч рублей в месяц зарплаты. Как всегда, на производствах достаточно приличный уровень оплаты труда. Например, Акционерное общество высокие технологии ищет инженера по метрологии. Заработная оплата до 28 тысяч рублей. А Омское моторостроительное конструкторское бюро ищет старшего мастера в цеха. Сейчас уровень зарегистрированной безработицы 6,8%. И это выше, чем в России. В стране это в среднем 5%. Новая проблема на рынке труда в Омске – это отток трудоспособного населения. В год из города уезжают десятки тысяч образованных и профессиональных людей. Вы прекрасно знаете, и ни для кого не секрет, что все-таки на сегодняшний день достаточно активно граждане покидают наш регион. Качество соискателей, безусловно, оставляет желать лучшего. И я вам это скажу как представитель нанимателя в том числе. Поскольку для любого работодателя важно, чтобы работники, которые принимаются в его штат, они соответствовали тем компетенциям, тем знаниям, тому опыту, который необходим для любой деятельности. Несмотря на это, Виктория Курченко заявила, что средняя зарплата в области растет. А найти работу сейчас легко даже соискателю в возрасте 45+. К другим темам. Береговая линия АМИ завалена бытовым и строительным мусором. Природоохранная прокуратура обнаружила в границах реки на территории центрального округа 8 стихийных свалок. Они примыкают к улицам 20-я линия, 17-я линия, 1-я береговая, октябрьская, 3-я ремесленная, раздольная. Самая большая свалка имеет площадь 750 квадратных метров. Чтобы администрация Омска очистила территорию от мусора, природоохранная прокуратура подала иск в суд. Министром экологии Омской области хочет быть уральский депутат Илья Лобов. О том, что он подал документы в конкурсную комиссию, пишет информационное агентство Ура.ру. И приводит слова Лобова. Цитирую. Уверен, что у меня хватит знаний и компетенций для выполнения этой работы. Конец цитаты. Депутату Екатеринбургской городской думы 39 лет. У него высшее образование. Закончил Уральский экономический университет, кафедру сферы услуг и коммунального хозяйства. И в ноябре прошлого года участвовал в конкурсе на пост министра экономики своего региона. Сначала приют для подкидышей, потом приют для малютки, а сейчас дом ребенка. Специализированному учреждению исполняется 100 лет. Его работники утверждают, что менялись не только названия. Лучше становились условия. Сейчас это место – лечебно-профилактическое учреждение, где живут дети до 4 лет. У них в гостях сегодня побывали мои коллеги. Красные бусины в одну пробирку, синие в другую. Различать цвета трехлетнюю девочку учит воспитатель Оксана Мякишева. В доме ребенка она работает уже 18 лет. За этот период здесь изменилось многое. Но главное остается – каждый малыш должен уметь элементарные вещи. Застегивать себе шнурочки и пуговички на рубашке – это прежде всего очень важно в жизни малыша. Потому что в дальнейшем, если он не попадет в семью, ему придется это делать самому. В этой комнате все устроено по принципам в Монте-Соре педагогики. Творческая и игровая зоны, зона уборки, кухня. Детей учат мыть посуду, гладить платочки, убирать квартиру. В общем, полностью познавать домашний быт. В доме ребенка воспитанникам обеспечивают комплексную медико-психолога-педагогическую реабилитацию. По словам заместителя главного врача Светланы Романовичевой, здесь дети чувствуют себя как дома и даже к врачам относятся как к родным. Они не понимают, что мы врачи или помощь какую-то оказываемую. Нас всех называют по имени. Они понимают, что они дома. Сначала, конечно, период адаптации идет тоже у всех разный. У кого попыстрее, у кого попроще, у кого потяжелее. Ну а потом они, естественно, понимают, даже нас мамами называют. Хотя я считаю, что мама у ребенка должна быть одна. Сейчас в доме ребенка живут 130 детей. У всех судьба сложная. Они остались без попечения родителей. Причины тому разные. Но ни один из детей не должен почувствовать себя одиноко. В сенсорной комнате, например, проходят индивидуальные занятия. Здесь малыши релаксируют. Вдыхают приятные ароматы, наблюдают за рыбками, купаются в бассейне из шариков. А в этой комнате дети принимают в ванны. В течение 10 минут в теплой воде. И обязательно под присмотром медицинской сестры каждый ребенок получает свою порцию гидромассажа. Воздушные пузырьки стимулируют кровообращение и приводят в тонус. Малыши с проблемами дыхания проводят время с пелеокамери. Это соляная пещера. Ее стены, пол и потолок полностью из натуральной соли с Верхникамского калийного месторождения. Имеется в наличии все необходимое современное физиотерапическое оборудование, которое используется. Это и светолечение, и теплолечение. Это магнитотерапия в сочетании. И комплексный такой подход к лечению хронических заболеваний легких дают значительный положительный эффект. Кроме постоянных жителей сюда приходят и другие дети до 7 лет. Синдромом Дауна и те, кто страдает гемофилией. Здесь им также оказывают всю необходимую помощь. В группах дневного пребывания сейчас занимаются 30 детей. Ксения Бесараб, Максим Мартынов, Антенна 7. Идем далее. На российских дорогах должна появиться вафельница. Речь идет о новой разметке, которую внесли в правила дорожного движения 28 апреля. Ее будут наносить на сложных перекрестках. И в Омске таких достаточно. Однако в городе разметку пока не нанесли. Почему, узнавала Светлана Урванцева. В Омске сейчас нет перекрестков с вафельной разметкой, но и ее появление не сделает жизнь водителей сладкой. Разметка названа так потому, что ее создателям она напомнила вафельницу. Ярко-желтые полосы обозначают участок перекрестка, на который водителям нельзя выезжать, если впереди образовался затор. Иначе они загородят движение машинам с других сторон. По сути, вафельная разметка работает как стоп-линия, поэтому в ее нанесении не все омские водители видят смысл. Иногда бывает, люди тут отвергают, тогда да, остаются. А так, если следует все правила, то я думаю, что движение без проблем. Вафельная разметка должна еще больше дисциплинировать водителей. Остановка на ней влечет штраф в 1000 рублей. Также считается, что сотрудникам ГИБДД будет проще доказать нарушения, если машина застрянет в границах нанесенной разметки. Вафельная разметка от стоп-линии практически ничем не отличается. То есть сегодня правилами дорожного движения запрещено въезжать на перекресток, если на нем образовался затор. Диагональная разметка 1.26 введена дополнительно для того, чтобы было проще сотрудникам ГИБДД составлять доказательную базу при выявлении факта нарушения. Факт фиксации стоянки автомобиля на перекрестке, он будет проще определяться, что автомобиль стоит именно в прямом направлении. В границах нанесенной разметки, соответственно, он нарушен. В Омске, по данным департамента транспорта, 11 перекрестков, где вафля бы не помешала. Один из таких – Масленникова-Жукова. Но наносить схему на весь перекресток затратно. Уйти на это может более 250 тысяч рублей. А Омск, в принципе, нуждается в разметке и не только вафельной, которая, к тому же, может стереться так же быстро, как стоп-линия. Ставший уже традиционным, благотворительный забег «Спорт во благо» собрал в парке больше 200 амичей. На дистанцию вышли люди разных возрастов и профессий. Репортаж из парка 30-летия в ЛКСМ подготовили Николай Евенко и Сергей Гаврилов. Первыми стартуют малыши. Их дистанция небольшая, но забавная. Опытные спортсмены бегут по 3,5 километров. Валеру ждет эстафета. И он на правах профессионала показывает нам основы элементарной разминки. И делится советом. Перед стартом дистанцию лучше пробежать дважды. Так ты ощутишь особенности маршрута. Динамическая разминка, она поможет не порваться и подготовиться к более важным стартам. Это все-таки как, ну, спорт во благо, все-таки, это, благотворительный забег. Здесь так не выкладываемся. Так что главный старт впереди. И, в общем, разминка для предохранения больше. До следующего старта. В свои два года сын Екатерины настоящий велогонщик. Его необычный велосипед – новинка традиционных забегов. И пока водитель готовится стартовать, его мама объясняет, что такое беговел. Это беговел, беспедальный велосипед. То есть здесь идет равновесие, получается. Он учится держать. Мы умеем ставить ножки на подставку, вставать. Ну, то есть мы занимаемся почти год. Нам очень нравится. Перед выходом на старт участники делают благотворительный взнос. Средства идут на повышение качества жизни солнечных детей. Спортсмены с ограниченными возможностями рады помочь особенным детям. Когда-то бегуны-колясочники тоже победили общественное мнение. Поэтому они, как никто, понимают, что каждый старт – маленькая победа над большими стереотипами. Добравшись сюда, мы уже победили. Тут главное, чтобы вместе встретились, пообщались. Это в этом самый интерес. А такого соревновательного духа он, конечно, есть. Но среди нас нет. Особенные дети преодолели трассу на равных со всеми. Организаторы говорят, что это повысит детскую самооценку. Поучаствовать здесь важнее, чем победить. С этим согласны и офисные работники. Для них забег – редкий шанс вырваться из бесконечных трудодней. Прям хорошо, прям по-другому. Начинаешь уже после этого мыслить, думать. Отвлекаешься от работы. Только по предварительным подсчетам в марш-броске пробежало почти 200 человек. Николай Явенко и Сергей Гаврилов. Антенна 7. А умские школьники в эти выходные конструировали роботов. В региональном этапе робототехнической олимпиады соревновались свыше 400 человек. С самыми юными участниками познакомилась Ксения Бессараб. Смастерить машинку на резиномоторе за 30 минут. Маленькая Инна с заданием справляется. Такой механизм для девочки несложный. Робототехникой она занимается уже полтора года. А это интереснее, чем просто играть игрушки, танки? Интереснее. А почему Инна разложит? Потому что там наука, можно учиться и легко в школе. Увлечение Инны поддерживает ее мама Елена Деревянченко. Женщина считает, что конструирование – очень важный навык для человека. На кружок робототехники ходит и дочка, и сын. Я была очень рада, когда появилась такая возможность здесь, в университете, заниматься как раз робототехникой. Мальчик у меня старший, он занимается уже практически два года. И девочка младшая. Несмотря на то, что она девочкой вроде бы должна играть в куклы, но она с удовольствием собирает всевозможные механизмы, и ей тоже интересно. В олимпиаде по робототехнике участвует 400 человек. Всех детей разделили по разным возрастным группам. У каждой свой уровень сложности. Собрать робота – это только ползадачи. Его нужно еще правильно настроить. Для этого свои машинки дети тестируют на полигоне. Вместе с другом Полина выполняет задание «Управляемый курьер». Робота собрали из конструктора Хиви-3. Теперь проверяют, все ли верно в алгоритме. В этих соревнованиях программировать не надо. Мы будем управлять с телефона. Это как? Есть специальное приложение, которое можно установить на телефон. Нажимаешь стрелочку вверх, он едет вперед, нажимаешь стрелочку вниз, едет назад. Такие простые, на первый взгляд, задания – не развлечение ради. Организатор Виктория Базгаль считает, что современным детям необходимо знать, как работают механизмы. Собирая роботов, они понимают, что такое симметрия и как нужно крепить детали, чтобы конструкция не развалилась. Информационные технологии уже нельзя отставить в сторону и забыть. Поэтому любой человек пользуется микроволновкой, стиральной машинкой. И это тоже роботы, которых нужно программировать для того, чтобы достичь нужного результата. Дальше эти роботы станут еще сложнее. Поэтому, естественно, детям нужно, чтобы они умели им управлять. Финалисты самых сложных соревнований поедут в Иннополис на заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады. Он пройдет с 22 по 24 июня. Ксения Бесараб, Сергей Гаврилов. Антенна 7. Омские каратисты сразились в турнире «Молодой мастер». Соревновались 240 спортсменов. Посмотреть с нескольких финальных поединков разом успевал Владимир Истомин. Резкий с притопом шаг навстречу сопернику, быстрый просчет дистанции, жесткий удар. Егор Лебедев получил специальный приз турнира за отличную технику. Девятилетний каратист великолепно подбирал нужный стиль действий. Напирал на скорости, атаковал. Следом менял позицию, снижал темп, поработал с дистанцией. Здорово комбинировал, опережал два точных удара в финале турнира, победа, золотая медаль и специальный приз. Я хорошо настроился и хорошо перемешался, так что удары соперника не доходили. И атаковал я сам и заработал свои два важных очка. Егор Тоскаев блеснул с собранностью и концентрацией. Выиграл за счет правильного выбора тактики и характера. Егор внимательно следил за действиями соперников, слушал тренера, отлично действовал по ситуации. Вовремя атаковал, выиграл главную награду в самой многочисленной по составу номинации турнира. Я сегодня хорошо участвовал в защите, читал мысли соперника и резко атаковал руками. Лучшая техника демонстрировалась в разделе ката. Яркий, насыщенный и успешный по исполнению композиции представили сразу три спортсмена. Ксения Троценко, Варвара Фехнер и Иван Курамшин. По словам Ксении Троценко, у спортсменки был дополнительный стимул. Буквально два дня назад призовую медаль завоевал ее брат, отличившийся в соревнованиях по хоккею. Я очень рада, что получила медаль. Это вторая медаль в нашей семье. Буквально день назад наградили моего брата по хоккею командой «Авангард». Победить мне помогла моя семья. Динамичные и бескомпромиссные поединки начинающих каратистов. Важная особенность турнира спортсмены первого года обучения выделены в отдельную большую категорию. Полная самоотдача каратистов, эмоции и поддержка тренеров. В Омске выросла талантливая плеяда молодых наставников. Один из них, Сергей Коробенников, действовал как настоящий профессионал. Успевал работать в качестве рефери и давал указания своим воспитанникам. Мне нравится, что они полностью слушают и выполняют тренерские указания. Также для их небольшого возраста прибавляется техника, что для данного возраста не часто такое бывает. Денис Васильковский победил благодаря подсказкам тренера. Юный каратист здорово перемещался, стремительно атаковал по разным направлениям и уровням. Отлично бил классический удар с дальней руки Гякуцуки и выиграл золотую медаль. Я победил, потому что выполнял установку тренера. Мои удары были точные, чуть четкие и быстрые. В следующий отрезок сезона летние тренировочные сборы. Новый этап соревнований начнется у спортсменов в августе. Владимир Истомин, Максим Мартынов, Антенна 7. На этом все новости. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин